МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Опянова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Прибрежный, Новофинский или Слободской. На заседании Городской Думы депутаты выбрали название для проезда в районе поймы реки Садис. О вечном двигателе и искусственном интеллекте глава города Алексей Сафонов посетил МГУ Саров и пообщался со студентами. От раду и утешения в Городском музее открылась выставка из Собрания Государственного исторического музея. Далее расскажем обо всем подробно. Отопительный сезон планирует начать в Сарове с 15 сентября. Глава города Алексей Сафонов посетил одно из основных предприятий города, которые занимаются ремонтом теплосетей. ООО «Ремстройкоммуникация» познакомился с производственной базой, осмотрел действующие объекты. Все работы в зоне ответственности предприятия практически завершены. Реконструкция теплосетей в жилых кварталах закончена. Также Алексей Сафонов провел заседание с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Дал поручение закончить все работы на сетях до 15 сентября. ТЭЦ полностью готова к началу сезона. Остается вопрос с ремонтом участка теплосети по проспекту Мира, к которому подключены жилые дома двух кварталов. Но, по словам руководителя АО СТСК, они успеют завершить необходимые работы к установленной дате. К проезду в районе малоэтажной застройки Новофинский вызвало больше всего споров. Предложили его, исходя из старого названия этого района. На территории был поселок Новофинский, но в год 76-летия Великой Победы, в год 80-летия начала блокады Ленинграда, называть, пусть даже и проезд, именем государства, которое выступило за, точнее, на стороне фашистских захватчиков, которая активно участвовала в блокаде Ленинграда, на мой взгляд, не совсем корректно. И хотя изначально это название большинству депутатов и поддержали, позицию Ильи Волкова они разделили. Депутат Петр Смирнов предложил отойти от исторических параллелей и дать нейтральное название – «Прибрежный». Большинством голосов его поддержали. Месяц бурных дискуссий подошел к концу. Еще один вопрос, который стоял на повестке, касался приватизации муниципального унитарного предприятия «Телерадиовещание». Государственные и муниципальные предприятия, которые созданы до вступления в силу настоящего федерального закона и осуществляют свою деятельность на рынках, которые находятся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. МОП ТРВ предложили преобразовать в акционерное общество, однако рассмотрение этого вопроса, по мнению депутата Петра Смирнова, не уделили достаточно времени, решают его в спешном порядке. Все-таки давайте на отдельном комитете по экономике соберемся, заслушаем Багеева по результатам его деятельности, на посту директора за три года, как это было сделано с Баней Саровым, и проверим все-таки ли сомнение составляющегося, что передаваемое в акционерное общество. Тем не менее, половина депутатов приватизацию поддержала. Также на сессию утвердили корректировку бюджета на этот год. Корректировка предусматривает увеличение финансирования строительства школ на улице Зорге, и дорожные инфраструктуры на земельных участках для многодетных. Увеличение финансирования улицы Чкалова на сумму 30 миллионов рублей для обеспечения начала строительства в 2021 году и продолжения завершения в 2022 году. Также из бюджета выделят деньги на покупку дорожно-коммунальной техники и украшений к Новому году. О студенческой жизни, вечном двигателе и искусственном интеллекте, увлечениях молодежи, музыки и спорте глава города Алексей Сафонов посетил МГУ Саров и пообщался с учащимися в неформальной обстановке. Подробности в следующем репортаже. 50 студентов уже начали обучение в МГУ Саров. С первых дней они занимаются фундаментальными исследованиями в области физики и математики. В ходе неформальной беседы за чашкой чая с главой города ребята обсудили перспективные направления развития науки. Рассказали об уникальных лабораториях, действующих на базе вуза. Филиал МГУ, который был здесь создан, на этой территории, это очень важная, значимая веха для нашего города, я думаю, для страны. Это восьмой филиал МГУ. И тот факт, что Московский государственный университет рассматривает нашу территорию как место, на которое можно создавать, можно растить своих студентов, будущих ученых, показывает то, что мы признаны и академическим сообществом. И мы понимаем, что на нашей территории есть возможность развивать это направление. Мы будем привлекательны для перспективной молодежи. Также поговорили о студенческой жизни, вечном двигателе и искусственном интеллекте, увлечениях молодежи в музыке и спорте. Алексей Сафонов поделился историями из личной жизни. Студенты рассказали о своих целях и мечтах. Говорили о разном. Мне нравится общаться с молодежью. Они не скованы рамками, они любопытные, они интересующиеся, они способны, поэтому затронули все темы, затронули темы моего прошлого, их будущего, нашего настоящего, все возможные аспекты нашей жизни. В стенах филиала собрались бакалавры из разных уголков страны Санкт-Петербурга и Москвы, Ивановской, Нижегородской, Тюменской областей, Татарстана, Якутии. Диляра Уразова приехала в МГУ Саров из Казани. В мае этого года девушка проходила практику в ядерном центре в НЕФ. Диляра признается, что с первых дней влюбилась в Саров и заинтересовалась работой на нашем предприятии. Смотря какой район, где ты побывал, ну мне нравятся в первую очередь это люди. То есть тебе поступят дорогу, если ты начнешь переходить даже не в положенном месте. Я занимаюсь математикой, и именно прикладная значимость, где бы я могла свои знания при ней именить, это вот в НЕФ, это вот прям прямиком. Поэтому у меня было желание либо с РФТ поступить, либо в МГУ. Я выбрала суперкомпьютеры направления. Вообще сложно, но интересно. В этом году строгий отбор прошли 50 лучших бакалавров, выпускников ведущих российских технических вузов. Среди них те, кто окончил бакалавриат с красным дипломом, попал в топ лучших студентов того или иного университета. 20 магистрантов будут обучаться по направлению физика, 30 по направлению прикладная математика и информатика. В детской поликлинике продолжают вакцинировать от гриппа юных сыровчан. Детей с 6 месяцев до 18 лет прививают вакциной Ультрикс Квадрия. Чтобы записать ребенка на прививку, необходимо обратиться к медицинскому работнику образовательного учреждения, участковому врачу-педиатру или в прививочные кабинеты детской поликлиники. Телефоны для справок 905-51-77105. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитином пройдет 16 сентября в 14 часов. Ее можно посмотреть в прямом эфире телекомпаний ННТВ, Волга, Нижний Новгород, 24, а также информационного агентства «Время Н» и в группе «Стратегии развития Нижегородской области» ВКонтакте. Вопросы губернатору принимаются ежедневно с 10 до 18 часов по телефону. 8 800 775 22 21 Также свой вопрос можно направить через сайт правительства Нижегородской области. Всероссийское переписонаселение стартует 15 октября. Принять участие в ней можно тремя способами. Ответив на вопросы на портале госуслуг, пообщавшись с переписчиком или посетив переписной участок. Стационарные участки будут принимать жители Сарова независимо от прописки по следующим адресам. Школа-интернат номер один, Дом молодежи, Молодежный центр, Клубы Мечта, Здоровье и Родные Просторы, Спортивные школы Икар и Юниор, ЖЭК номер восемь. В городском музее открылась выставка от рады и утешения и собрания Государственного исторического музея. В экспозиции представлены образы Богоматери XVI-начала XX веков. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Новая выставка городского музея получила название по одной из икон Богородицы от рада и утешения. Экспозиция представляет образы Девы Марии XVI-начала XX веков из собрания Государственного исторического музея. Когда была задумана эта выставка, наша задача была показать иконографию Богоматери как можно более полно, показать особенности развития древнерусской иконы в разные периоды. И мне кажется, что вот эти задачи, они решены достаточно ярко. На выставке представлено около 70 произведений. Рассматривая иконы Богоматери, не сразу можно понять, что это не подлинники, а их репродукции. Добиться такого высокого уровня исполнения стало возможным благодаря современным технологиям. Для саровчан экспозиция – это уникальная возможность познакомиться с древними образцами искусства и иконографии. Мои самые глубокие слова благодарности сотрудникам музея, которые организовали, которые договорились, могли решить достаточно сложную логистическую задачу по представлению экспозиции Государственного исторического музея, чтобы позволить нашим горожанам разделить то искусство, то наследие великих мастеров-эконописцев. В городском музее выставка «Отрада и утешение» продлится по 6 декабря. Мероприятие для лиц старше 6 лет. На страже вашего здоровья в стоматологической клинике «Дентал-Арт» два дня проходил мастер-класс по профилактике и лечению неотложных и угрожающих состояний в амбулаторной стоматологии. Тренинг для специалистов клиники проводил эксперт из Санкт-Петербурга. Подробности в следующем репортаже. Специалисты стоматологической клиники «Дентал-Арт» тренируют маневр, как снять с кресла пациента, если ему требуется проведение базовой сердечно-легочной реанимации. Случай внезапной остановки сердца пациента в стоматологическом кресле не редкость, рассказал спикер Антон Бичон. Сейчас персонал клиники проходит мастер-класс по оказанию экстренной помощи при неотложных и угрожающих состояниях в амбулаторной стоматологии. «Дентал-Арт» – хорошая клиника. Во-первых, очень хорошее отношение внутри коллектива. Во-вторых, видно, что они периодически учатся. Это я сразу вижу, как тренер с большим стажем, потому что видно, как люди берут знания. Те, кто привык учиться, они много и достаточно быстро информацию воспринимают хорошо, укладывают и не устают долго. Причина развития неотложных и угрожающих состояний, алгоритм безопасного применения местных анестетиков, особенности жалоб пациентов с предвестниками угрожающих состояний. Первый день мастер-класса был посвящен профилактике. На следующий день разбирали алгоритмы действия медицинского персонала, если пациенту во время приема все-таки стало плохо. А сегодня у нас практическая часть. То есть мы сначала отрабатываем неотложную помощь в группе. Каждый из нас играет роль врача, пациента, ассистента. А следующий этап – отработка помощи на муляжах. Как понять, что именно происходит с пациентом? Как вызвать скорую помощь? Какие препараты вводить? Как правильно организовать действия внутри коллектива? Навыки оказания первой помощи оттачивали на манекенах. На торсе тренируют компрессию грудной клетки и дефибрилляцию. На другом манекене отрабатывают навыки восстановления проходимости дыхательных путей. Мы периодически повышаем свою квалификацию. Каждый доктор по мере своего профиля, интересующего и курирующего его, отправляется на какие-то учебы, где мы действительно узнаем что-то новое. Например, в эти выходные я также поеду на дополнительное обучение по реставрации фронтальной группы зубов, поскольку это действительно эстетически важный момент для каждого пациента. Основные принципы работы стоматологического центра «Дентал-Арт» – комфорт и безболезненное лечение. Опытные, высококвалифицированные специалисты всегда рады вас видеть по адресу улицы Силкина, дом 10, дробь 1. Стоматология «Дентал-Арт» – территория безопасности и комфорта. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 8 по 12 сентября там проходит «Медовая феерия». Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело, как взрослым, так и детям. Также на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пиргой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пиргой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры. Их вы тоже найдете на ярмарке меда. Этот полезнейший продукт станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 8 по 12 сентября с 10 до 18 часов. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал-16», в социальных сетях ВКонтакте, Вейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова